Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Марии Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Банкротство автоколонной 1310 судьбу предприятием решает суд. Преступная деятельность сотрудника исправительной колонии обвиняют в коррупции. Чем будут кормить детей в школах? Этим вопросом озадачился глава региона. Вред себе и окружающим Международный день отказа от курения призывает распрощаться с вредной привычкой. Проблемой детского питания озаботились не только родители, но и власти. Глава региона ждет от городских властей предложений по улучшению организации детского питания. Об этом Николай Любимов заявил на совместной пресс-конференции с областной прокуратурой. Ранее было заявлено, что в деле с муниципальным предприятием детского питания могут появиться новые фигуранты. Пока расследование продолжается, а результаты будут известны позже. Подробности пресс-конференции в сюжете Дины Сляевой. После истории с уголовным делом в отношении руководителя муниципального предприятия детского питания у главы региона появились вопросы не только к исполняющему обязанности главы администрации Рязани, к его заместителям по экономике, городским контрольным органам. В первую очередь, почему не проводились регулярные проверки предприятия, обеспечивающего питанием школы, не проверялись заключенные договора. Конечно, я жду от города, от руководства города конкретного плана по преодолению этого кризиса в сфере детского питания в целом. То есть нужен нам этот МУП, МП, сейчас это называется, муниципальное предприятие. Как нужно реорганизовать его деятельность, регламентировать его деятельность, осуществлять контроль для того, чтобы никогда таких ситуаций не повторялось. Либо вообще нужно отказаться от централизованного питания и отдать это на отпуск частным организациям. Вот нужен план. Конкретные планы, руководство этого плана жду в ближайшее время. Между тем, история с муниципальным предприятием детское питание пополняется новыми шокирующими фактами. Например, исполняющий обязанности прокурора рассказал о закупках молока на 7,5 миллионов рублей у ЗАО «Рязанское молоко». Продукция не соответствовала стандартам и закупалась гораздо дороже средней цены на рынке. В то же время этот поставщик был внесен в реестр ненадежных, но центр закупок не обратил на это внимания. Чем закончатся наши проверки, в том числе и по ЗАО «Рязанское молоко», я не могу сказать. Возможно, будем ставить вопрос об уголовном преследовании. Здесь нужна тщательная проверка и, соответственно, меры реагирования мы уже выберем. Либо это требования об уголовном преследовании, либо какие-то другие меры. Между тем, в городских школах планируются новые проверки с участием надзорных органов. Посмотреть, в каких условиях и чем кормят детей, пригласят и родителей. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Дело о банкротстве автоколонны 1310 рассмотрели в арбитражном суде 15 ноября. Предприятие повторно подало иск о банкротстве. Ее долг составил 77 миллионов рублей. Подробности у Валерия Седова. А Рязанскую автоколонну уже не в первый раз хотят признать банкротом. Дважды этого не допускала мэрия, как и остановки ее работы за счет кредитования муниципальными предприятиями. На заседании по делу о банкротстве присутствовали представители администрации города и непосредственно самой автоколонны. Судья спросила о возможности проведения процедуры банкротства и выплаты за должности Центральной диспетчерской службы и Фонд социального страхования. Общий размер почти 3 миллиона рублей. Представители автоколонны 1310 ответили, что средств на это хватает. Однако само дело о банкротстве они попросили перенести. У нас есть ходатайство по привлечению участия в делах перед официально заявляющихся в настоятельные требованиями. Это Рязанская городская дума в связи с тем, что решение, которое будет принято на трактор судов по данному делу, может повлиять на него права и обязанность. Представители администрации города подготовили идентичное ходатайство. Ведь Рязанская городская дума наряду с администрацией является учредителем муниципальных образований. В компетенцию думы входит создание, ликвидация и реорганизация предприятий, в том числе утверждение уставов. Поэтому присутствие городской думы необходимо. Суд ходатайства удовлетворил. Напомним, налоговая служба уже подавала заявление о банкротстве автоколонны 1310, которое задолжало ведомству свыше 44 миллионов рублей. Согласно иску самой автоколонны, долг предприятия составляет более 77 миллионов рублей. Однако зарплаты и выходные пособия выплачиваются вовремя. Также остается открытым вопрос, какая судьба ожидает транспорт автоколонны, часть которого находится в лизинге, а часть в аренде. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город». В суд направлено дело бывшего начальника отряда второй исправительной колонии, обвиняемого в серии коррупционных преступлений. По данным регионального следственного комитета, мужчину подозревают в получении взятки, мошенничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, в период с апреля по декабрь прошлого года обвиняемый, замещая должность начальника отряда отдела по воспитательной работе второй исправительной колонии, получал дополнительный доход – взятки в размере от 5 до 100 тысяч рублей. Благодарность в денежном эквиваленте отдавали за подготовку материалов для условно-досрочного освобождения, замены неотбытой части более мягким видом наказаний, а также за пронос на территорию второй исправительной колонии запрещенных предметов. Совокупный собранный в ходе предварительного расследования доказательств, полностью изобличающих обвиняемого в совершении коррупционных и должностных преступлений, позволило существенно повлиять на его первоначальную позицию о непричастности к их совершению, результатом чего стало признанием своей вины и готовность сотрудничать со следствием. Преступная деятельность обвиняемого была бы выявлена и пресечена в результате межведомственного взаимодействия региональных управлений ФСБ и ФСИН России. Обвиняемому инкриминируется совершение серии коррупционных преступлений, среди которых получение взятки за незаконные действия, мелкое взяточничество, мошенничество, превышение должностных полномочий. При этом только за получение взятки за незаконные действия ему грозит наказание до 8 лет лишения свободы. Собранные следствием доказательства признаны прокурором района достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в отношении бывшего сотрудника уголовно-исправительной системы в суд для рассмотрения по существу. Денис Лева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 15 ноября в Рязани произошел серьезный пожар, унесший жизнь мужчины. В доме номер 6, корпус 1 по улице Черновицкой, загорелась квартира на 9 этаже. Сообщение о возгорании поступило на пульс дежурного в 15.26. К месту происшествия были направлены 5 пожарных расчетов, 3 автоцистерны и 2 автолестницы. Люди из соседних квартир были оперативно эвакуированы. В 16 часов пожар полностью был ликвидирован. Причины возгорания сейчас уточняются. На месте работают дознаватели. Урок мужества провели в одной из рязанских школ активиста Народного фронта. С детьми пообщался Сергей Караев, руководитель Рязанского отделения Российского союза ветеранов Афганистана. Что такое патриотизм и мужество, почему враги считают, что у русских есть генпобедители и как находить нестандартные решения. Об этом и другом школьникам рассказал Сергей Караев, руководитель Рязанского отделения Российского союза ветеранов Афганистана. Я вообще считаю, что с подрастающим поколением, особенно в таком уже возрасте формирования своего окончательной стадии характера, это при выходе из школы. Для 60-й школ особенно это, скажем так, характерно тем, что в преддверии наступления даты дня рождения героя России Миронова, в честь которого эта школа на сегодняшний день не названа. Встреча состоялась в рамках Всероссийской акции Народного фронта «Урок мужества». В Рязани ее приурочили к столетию училища ВДВ и воздушно-десантных войск. Реальную историю военного конфликта школьники узнали от очевидца и участника событий в Афганистане. Воины-интернационалиста и десантника, награжденного орденом Красной Звезды. Во-первых, знаете, в память о своих боевых товарищах, которые остались на полях сражений. Во-вторых, как бы, ну, как человек-ветеран, прошедший войну, я как бы не могу равнодушно относиться к тем, что происходит сегодня на просторах нашей Родины, уже, конечно, может быть, не столь грандиозной, как раньше, и не являющейся одной шестой частью суши, но до сих пор являющейся одной из самых больших стран в мире. О мужестве и доблести Маргарита Матвеева знает не понаслышке. Девушка уже в детстве регулярно участвовала в Зорницах и ездила в лагеря со спортивным уклоном. Сейчас она в рядах юной армии. Маргарита хочет посвятить свою жизнь армии в честь родных. У меня прадедушка, он воевал в Великой Отечественной войне, дошел до Берлина, вот, и там, к сожалению, погиб. А папа у меня лейтенант, он работал в полиции, и он тоже погиб. В ходе беседы ребята рассказали, что они считают мужеством. Алектор подчеркнул, что место для подвига есть и в обычной жизни, ведь поступок – это внимание к окружающим и добрые дела. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Дышать в полной груди. 15 ноября – Международный день отказа от курения. Эта дата в большинстве стран мира отмечается каждый год в 3-й четверг ноября. Главная цель – напомнить о негативном влиянии курения на здоровье, о котором, казалось бы, и так все знают, но, к несчастью, забывают. Владимир бросил курить два года назад. Он уверяет, что жизнь сразу изменилась в лучшую сторону. Все изменилось, да, все хорошо. Маржеванием занимайтесь, купайтесь побольше. А вот Александр Самохин признается, с этой вредной привычкой не расстался. Работа, говорит, слишком нервная. А вы курите? Ну так, бывает. То есть балуетесь? Естественно. Почему естественно? Вы знаете, что это очень вредно? Знаю. И вас это не останавливает? Бросит тяжело. Ну а что мешает? Работа, нервы. День отказа от курения Юрий Ульянов поддерживает. Он ярый противник никотина. И сам пропагандирует здоровый образ жизни. Стараюсь всю жизнь как-то людей немного от этого отучить. Хотя это очень тяжко, людей отучить от этого. Ну ничего хорошего в этом нет. Это плохая вредная привычка. Это просто привычка дурная, от которой очень тяжко избавиться. Хотя я знаю, масса знакомых у меня побросало курить, но все равно много очень не могут бросить. Хотя хотят, но у них как-то не получается. А между тем, статистика неумолима. Курение и вызываемые им заболевания ежегодно становятся причиной смерти порядка миллиона россиян. Курящий человек умирает в три раза чаще от ишемической болезни сердца. 60% мужчин в нашей стране являются заядлыми курильщиками. Каждая десятая женщина курит. По данным Всемирной организации здравоохранения, 90% смертей от рака легких. 73% от хронического бронхита и 25% от ишемической болезни. О том, что привычка эта приносит только вред, пожалуй, знают даже дети. На любые сосуды, в любом органе действует курение. То есть происходит спазм сосудов, и где бы сосуд ни был, этот орган страдает. Почки, глаза, обязательно нижние конечности сосуды, нижние конечности и сердечно-сосудистые системы в первую очередь. Вред, наносимый никотином, давно доказано. Вот антистрессовое влияние сигарет не нашло своего подтверждения. Даже наоборот. При этом данная привычка запускает необратимые процессы в организме, ведущие в итоге к инвалидности или того хуже. Некоторые люди считают, что одна сигарета в месяц или полгода не повредит здоровью. Врачи спешат развеять этот миф. Не бывает такого, что один раз в месяц он покурил, и все, он бросил. Нет, изменения уже пошли. То есть даже если это один раз в месяц, спазм сосудов происходит, начинается заболевание, уже пусто пошел. Он может один раз покурить, и на следующий день у него будет инсульт, инфаркт. То есть такое тоже может быть. Все больше людей стали обращаться в специально организованные кабинеты, где специалисты помогают бросить курить. Здесь учитывают стаж курильщика, изменения, произошедшие в организме, и мотивацию. На основании этих данных выбирается терапия – таблетки, пластырь или жевательная резинка. При этом проводится обследование всего организма. И не курите больше, и не пейте, бегайте. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Новой пристани быть. Информацию со ссылкой на Рязанскую городскую думу о том, что пристань в районе лесопарка все же появится, выложили информационные издания города. По данным интернет-медиа, пристань будет способна принимать круизные теплоходы. Проект одобрили еще в сентябре прошлого года, но инвестор изменил свои планы и не стал участвовать в реализации. Глава региона Николай Любимов на инвестиционном форуме в Санкт-Петербурге подписал соглашение с новым инвестором, который планирует реализовать более масштабный проект, в том числе с закупкой собственных теплоходов. Когда начнутся работы, пока неизвестно. 17 ноября все студенты встретят свой праздник. Учащиеся университетов, колледжей, техникумов, а также других учебных заведений по всему миру будут отмечать Международный день студента. Активные, молодые и задорные, смотрящие на мир широко открытыми глазами, целеустремленные и трудолюбивые. Какие они современные студенты, узнаете из следующего сюжета. Светлана Трущилева старательно разглядывает в объектив микроскопа простейших паразитов. Она студентка 4-го курса лечебного факультета Рязанского медицинского университета. Девушка признается, ее студенческую жизнь скучной, назвать точно нельзя. Светлана – заместитель Совета обучающихся РязГМУ, и без ее участия не проходит ни одно событие. Международные конференции, спортивные мероприятия со спортом девушка на ты, культурные и общественные мероприятия – все это часть ее студенческой жизни. А еще Светлана активно продвигает здоровый образ жизни. Я считаю, что здоровый образ жизни – это не только спорт. Вообще здоровый образ жизни – это огромное всеобъемлющее понятие, которое включает в себя занятие физической культурой, соблюдение сбалансированного рационального питания, построение правильных позитивных мыслей, адекватная оценка себя, стремление к самосовершенствованию и позитивный настрой к окружающим. Светлана была участницей Всероссийского форума «Территория смыслов», но больше всего ей запомнилась акция «Зарядка с чемпионом». Я участвую в ней уже четвертый год, и каждый год – это огромное количество студентов, которые все вместе позитивно занимаются физкультурой. То есть очень весело проходит флешмоб, где мы танцуем, веселимся и отлично проводим время. Помимо общественной жизни, Светлана любит читать. Как раз сейчас начала серию книг «Куриный бульон для души», а еще занимается с детьми в проекте «Умная Рязань». Бок о бок со Светланой на поприще общественной жизни университета трудится будущий педиатр Ирина Алексеева. Она со школы знала, какую профессию выберет. Все должно идти с детства, то есть здоровье должно быть с малых лет, поэтому хочется помогать детям, чтобы они были здоровы. Здоровое поколение – это самое главное. В перерывах между учебой и общественной деятельностью Ирина работает в магазине спортивной одежды и занимается фитнесом. Впереди ее ждет аккредитация и ординатура. Вот такие они – современные студенты, уверенные, идущие по жизни с горящими глазами, готовые покорять новые вершины. Мария Рудай, Сергей Данилин, телекомпания «Город». И один в поле воин. Рязанский болельщик в одиночку поддержал баскетбольную команду ЦСКА на выездном матче с Миланом. В фанатском секторе Дмитрий Полянский оказался единственным болельщиком ЦСКА. Свою энергию он постарался передать команде. С мужчиной побеседовал Валерий Седов. В фанатском секторе Дмитрий Полянский оказался единственным болельщиком ЦСКА. Сидеть в тишине и не думал, поддерживал любимую команду. Ну, там был такой промежуток тишины, когда хозяева пробивали штрафные. И такой где-то там промежуток, где-то секунд на 10-15, можно было зарядить. Ну, вот я как раз там выдал ЦСКА. И да, где-то я, на мое удивление, полстадиона аж прям встал с аплодисментами. Я такой первый раз видел. Ну, конечно, первый раз я был один на секторе. Ну, тут все сложилось. Все первый раз, первый раз. У Дмитрия был тройник. Он посетил футбольный матч Лиги чемпионов Рома ЦСКА. Затем два баскетбольных матча любимой команды с Гран-Канарией и Миланом. Вот только на первых двух играх Дмитрий был в компании единомышленников. В игре с Гран-Канарией было около 10 болельщиков, которые заряжали зал. Они перекрикивали местных фанатов. Дмитрий дважды срывал горло. Фанаты были от них в восторге. После матча предлагали обменяться шарфами. Вот только Дмитрий не согласился. Они подходили, просили меняться. Я не меняюсь. Ну, это подарок у меня свой личный, поэтому я как бы не меняюсь. Ну, это зачем? Ну, им это нужно, мне это зачем? Я как-то раньше магнит собирал. Сейчас мне уже... Я собираю выезда. Вообще, мне как бы ничего не нужно. Дмитрий выезжает на матчи любимой команды с 2000 года. Исколесить полмира не получилось. Да и не везде играет ЦСКА. Однако во многих странах побывать все-таки удалось. Всегда обращают внимание на акции, скидки и дешевые отели. Не надо бояться выезжать. Потому что многих вот это, что там дорого, там не дорого. Там те же самые цены, что и здесь. И даже, я был на Гран-Канарии, на Теннерейте. Там дешевле покушать, чем в Рязани. Цены дешевле. И все свежее. Океан. И не надо бояться, что языковой барьер. Я язык не знаю вообще. Я знаю, там два-три слова. Там условно 10 слов по-английски все хватает. Ну, есть гугл-переводчик, есть интернет. Все. Сейчас все интернет. Достаточно нажать кнопку, тебе сюда. Не надо бояться. Конечно, Дмитрий болеет и за рязанской команды. Баскетбольный клуб, который опустился на лигу ниже. Футбольный клуб, который тоже показывает свою игру. Да и здесь, в Рязани, совершенно другой уровень. Просто зал. А там сооружение. Спортивное сооружение. Ну, условно, как Колизей строился для проведения спортивных мероприятий, так и здесь. У нас, по большому счету, Ледово дворец соответствует. Стадион Спартак частично. Стадион ЦСКА частично. Потому что, ну, как бы, строился в 79-м году к Олимпиаде. Ну, нет, ну, тут несравнимо. Через две недели Дмитрий Полянский поедет в Сюрих на вынесенный хоккейный матч между Динамо Рига и ЦСКА. Такое, по словам болельщика, бывает раз в жизни. Как и баскетбольный матч Гран-Коноре. И как заряд энергии, который даже один болельщик может подарить целой команде. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь. И желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 275555. Редактор субтитров А.Семкин